В Люберецкой администрации обсудили готовность образовательных учреждений к новому учебному году. На повестке дня стояли вопросы дисциплины в школах, контроля пожарной безопасности и образовательного процесса. Основным докладчиком на совещании выступила начальник управления образованием администрации городского округа Люберца Виктория Бунтина. В ходе приемки оценивалась готовность учреждений по следующим направлениям. Это антитеррористическая и пожарная безопасность, материально-техническое состояние учреждений, состояние систем освещения, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, санитарно-техническое состояние пищеблоков. Виктория Бунтина отметила, что для 23 учреждений образования Люберецкого округа было выделено более 16 миллионов рублей. Прежде всего на благоустройство территории, ремонт и установку спортивной площадки, на установку спортивного оборудования, подготовку асфальтированных площадок и устройство мягкого резинового покрытия. Численность шкалей от городского округа Люберца в текущем году составляет 750 человек. А вот 1 сентября в школы пойдут более 29 тысяч учеников. По сравнению с 2016 годом количество учащихся возросло на полторы тысячи. В соответствии с планом основных мероприятий Главного управления МВД России по Московской области по обеспечению общественного порядка и безопасности при подготовке проведения 1 сентября 2017 года на территории Московской области Дня знаний в участковой службе МВД России Люберецкое сформировано контрольно-наблюдательное дело. Также сформирована рабочая группа при оперативном штабе. Также на заседании стало известно, что в этом году были внесены предложения в органы местного самоуправления ужесточить запрет на продажу спиртосодержащей продукции в плесе общеобразовательных учреждений. Кроме того, инспекторы Роспотребнадзора в люберецких школах проверили санитарно-технические нормативы. В начале учебного года на территории района приступят к работе все школы. По результатам обследования и санитарно-педемиологическое состояние в целом удовлетворительны. Все школы были обследованы и приняты. Грубых нарушений санитарных норм, препятствующих началу учебного процесса, не выявлено. А еще в этом году в городском округе Люберцы для ребят откроется 101 образовательная организация. Необходимо отметить, что в День знаний по всей стране в школах ученики почтут минуты молчания жертв бесланской трагедии. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ.